Музыка Хоть и не продолжительный, но поход. Отправляться за грибами нужно только после основательной подготовки. С собой перекус, бутылка воды и полностью заряженный мобильный телефон. Обязательно аптечка и спички. В лесу может произойти все что угодно. Мы должны иметь с собой непромокаемую одежду, плотно прилегающие рукава, чтобы под рукава не залезли клещи. Желательно головной убор, либо капюшон в обязательном порядке, сапоги. А еще лучше комплект запасной одежды проверено. Причем не только нашими героями, но и лично. Подготовленному человеку ничто не омрачит тихую охоту. Особенно если он знает места. Анна Колесникова – грибник со стажем. В этот лес под Звенигородом ее семья ходит уже почти век. Прабабушка, бабушка, мама. И теперь Анна с мужем Николаем и детьми. Старший Дмитрий первый раз отправился по грибы, когда ему было всего три месяца. Самому интересно. Сам хожу, радуюсь. Нравится природа. Как здесь речки бегут и так далее. Листва шумит. Очень душевно в лесу. Лес может подарить не только душевный покой. Белые подосиновики, лисички. Говорят, в этом году грибов много. А вот и первые подберезовики. У подберезовика очень четкая ножка. Похожа немножечко на березы ствол. То есть она черно-белая. Это трубчатое снизу основание гриба. И соответственно цвет шляпки может быть различный. Они могут быть темнее. Если подберезовики выросли на болото, у них может быть вообще полностью белая шляпка. Оказывается, ученые давно доказали. Грибы можно не только срезать, но и выкручивать. На будущий урожай это никак не влияет. А вот на добычу грибника очень даже. Например, если белый гриб срезать, то большая часть его ножки окажется в земле, а не в корзине. Нам посчастливилось найти короля грибов, белый гриб. Вот он по совету Анны. Сначала мы его откапываем и потом выкручиваем. Ну вот мне как-то ближе по часовой стрелке. Хоп. И вот такой красавец. Скоро украсит нашу корзину. Старые грибы класть в корзину не стоит. Но и избавляться от них тоже нужно со знанием дела. Их лучше оставлять в лесу. Брать шляпку. Вот видно, он уже сильно червивый. Его кладут всегда трубочком и вниз, чтобы из гриба споры могли высыпаться на землю и дать потом следующий урожай. Опытные грибники свои места не раскрывают, а вот делятся советами с удовольствием. Нашли полянку белых. Запомните ее и вернитесь снова спустя время. Скорее всего лес снова порадует вас дарами. Белые любят цвет. Подосиновики растут там, где влажно. На открытых местах в основном березники с вот такой длинной травкой осокой. В таких местах чаще всего можно встретить лисички. Четыре ведра и одна корзина. Анна признается, добыча бывала и лучше. Что делать с собранным богатством уже знает. Часть пойдет на угощение домашним любимицам – белкам. Мы готовим в основном супы из белых грибов. Очень много сушим, потому что зимой это очень вкусно в пирожках. И опять же очень любят наши белки грибы. Лисички жареные – это коронное блюдо, по-моему, у всего населения. И еще делаем маринад из белых подберезовиков. Грибов много, но отправляясь на тихую охоту не стоит забывать. Детям самостоятельно собирать дары леса не стоит. Некоторые экземпляры на редкость ядовиты. Да и главное правило грибников никто не отменял. Не уверен – не бери. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.